История не знает сослагательного наклонения, если бы да кабы. Чему быть, того не миновать. Все мы знаем, что Первая мировая война началась с выстрела, прозвучавшего в 1914 году во время визита Франца Фердинанда в Сараево. Если бы не было бы выстрела Гаврила Принципа, то, возможно, не было бы кровавой бойни, которая унесла более 18 миллионов человек. И уж совсем мало кто знает, что 25 годами раньше прозвучал еще один выстрел, который тоже принято рассматривать в контексте с началом Первой мировой. И если бы не было бы его, то, возможно, история покатилась бы совершенно по другой колее. И все-таки давайте вернемся к тому первому выстрелу, к той драме, которая развернулась на опушке Венского леса холодным январским утром 1889 года. Ранним утром, когда маленький, занесенный снегом городок Мейрлинг еще крепко спал, в охотничьем доме наследного принца Рудольфа раздались два выстрела. Вечный, как мир, но всегда волнующий сюжет. Влюбленные предпочли смерть разлуке. Прошло больше 130 лет, и до сих пор эта тайна остается за семью печатями. Находились и трезвые голоса, которые опровергали очередную любовную идиллию и старались объективно смотреть на вещи. Но Габсбурге, королевская семья приложила максимум усилий, чтобы эту историю замять. Принц Рудольф был любимцем австрийцев. Казалось, 20-летний красавец избегнул пороков, накопленных монархией за столетия. А романтик, влюбленный в поэзию и искусство. Ему была близка студенческая молодежь, артисты, художники. Среди них Рудольф, переполненный либеральными идеями, находил себе друзей. Его лишенные исконной заносчивости Габсбургов видели в самых разных уголках Вены, где между собой называли «наш Руди». Единственной страстью, которую он взял от отца, была страсть к охоте. И порой Рудольф надолго уходил в горы, забывая обо всем суетном, что оставляло в долине. Он был единственной сыну матери. Королева неустанно молила Бога о его благополучии и здоровья. И эти его походы в горы ужасным переживанием ложились каждый раз на ее сердце. Но юноша вдруг вырос и с удивлением отметил, что помимо охоты на орлов, есть более приятное времяпровождение – это женщины. Дамы сердца сменяли одна другую. Обаяние принца действовало безотказно. Размах любовной охоты стал вызывать у родителей королей беспокойство. И выход нашли традиционный. Мальчика нужно женить. И после череды скандалов и отказов, наконец-то остановились на дочери короля Бельгии Стефании. Принц сказал, что она ему менее не нравится, чем другие. Правда, неожиданный инцидент едва не разрушил Королевский союз. Рудольф не стал себя ни в чем ущемлять и отправился в Брюссель просить руки вместе со своей любовницей. Скандал был грандиозный. Со Стефанией случилась истерика. И только благодаря дипломатическим подходам венского двора удалось замять эту историю. Ну а дальше ни чудо, ни любви не случилось. Беременная Стефания изводила мужа мнимыми и действительными страхами. Такого испытания молодой муж не выдержал. И его поначалу теплое отношение к жене улетучилось без следа. Родив, Стефания располнила и подурнела. А Рудольф, любитель прекрасного, вернулся к прежним забавам. Агентура у из зеленой супруги работала исправно. И, разумеется, во дворце начались бурные семейные сцены. Рудольф, не находя выхода, начал заливать горе вином. И тут двоюродная сестра наследника, графиня Лариш, быть может, была единственной, кому принц доверял подробности своей неудачной семейной жизни. Вполне сочувствуя товарищу детских лет, графиня часто помогала принцам в его амурных похождениях. Вот и в этот раз, желая утешить принца, она пообещала познакомить его с девушкой необычайной красоты, баронессой Марии Вечера. Несомненному девушке было одно преимущество – ее поразительная красота. А титул и происхождение – все было смутно. Мать Марии, пока позволял возраст, побывала в любовницах чуть ли не у всех знатных особ, включая и Габсбургов. Она всем была должна, отбивалась от преследования кредиторов, сорила деньгами, интриговала и, наконец, явила миру выросшее подле нее, расцветшее первым цветом сокровище – Марию. Вся ставка поблегшей мамаши теперь была на дочь. Кому, как ни графине Лариш, было распорядиться этой ситуацией по-своему. Рудольф пал в объятия Марии. Принц влюбился яростно, страстно, забыв обо всем на свете. Его жизнь разделилась на до и после, отсекая прежнюю жизнь со всеми его любовницами, женой, родителями и обязательствами по отношению к семье и стране. Все было забыто. Отныне для него существовало только одно создание – Мария. Ни угроза отца с матерью, ни пересуда, ни сплетни, переполнявшие Вену, не могли заставить принца соблюдать хоть какие-то рамки приличия. Приютом влюбленных становится охотничье поместье принца Мерлинг Близвены. И вот, убедившись, что наследник основательно запутался в селках, мать Марии пригрозила Рудольфу, что увезет и спрячет дочь от него, если тот не женится. Угроза возымела действие. Принц направляет прошение Ватикан расторгнуть ненавистный брак, но ему даже не ответили. Зато император получил от папы наставление воздействовать на сына, впавшего в непростительный грех. А дальше еще больше. Переговоры с сыном ни к чему не приводят. Рудольф стоит на своем. Он отречется от престола и женится на Марии. Его здоровье стало внушать опасения. Придворный доктор предупреждает императора, что дело может кончиться плохо. Принц никогда не отличался хорошим здоровьем. И тут испуганный Франц Иосиф обнял сына и заплакал на взрыд. Плакал и умолял Рудольфа пожалеть его, мать и всю страну, ведь он единственный наследник, и корону, венчавшую головы гавзбургов на протяжении столетий, некому передать. И тут случилось, казалось бы, чудо. Рудольф услышал отца и дал слово принести в жертву свое личное счастье. Далее события развиваются слишком стремительно. Рудольф, наконец, говорит Марии о том, что они должны расстаться. К его удивлению, она очень спокойно встретила эту новость, но просит его о последнем свидании. Они договариваются встретиться в Мерлинге. Мария будет ждать его там. Любовники встретились, как и планировалось. А наутро слуги, не достучавшись, взломали дверь. Мария лежала на кровати, и смерть не исказила ее красивого лица. Рудольф же был неузнаваем. Пуля буквально разнесла череп, и запекшаяся кровь словно маской закрыла его лицо. На основании множества версий была выдвинута и политическая, с последующей инстанировкой самоубийства. Принц, а заодно его возлюбленные были застрелены немецкими агентами с целью устранить влиятельное лицо, не питавшая симпатия к кайзеровской Германии. Те, кто занимался этим вопросом, строят подробную версию на убедительных, казалось бы, данных. В комнате, где нашли тела, явно были видны следы борьбы. Стулья и посуда была обракинута. На первый взгляд, это было классическое двойное самоубийство. Однако улики настолько противоречивые, что многие историки и сегодня считают, что мы никогда не узнаем истинных обстоятельств этой трагедии. И еще повторюсь, что сам Франц Иосиф очень постарался в этом, заметая следы преступления и уничтожая улики. Трагическая гибель единственного наследника имела печальные последствия не только для династии Габсбургов. Дейл Карнеги утверждал, что если бы принц Рудольф остался жив, то, возможно, было бы не допустить не только Первой, но и Второй мировой войны. Вероятно, в этом есть доля преувеличения. Хотя, несомненно, преемник короны Габсбургов, ненавидящий Германию с ее набиравшим силу милитаристским духом, мог бы поубавить слишком воинственных соседей. Наследника похоронили с той пышностью, которая соответствовала его титулу. И Рудольф нашел свое успокоение среди предков, которые в течение шести столетий правили Австрией. Иная посмертная участь ожидала Марию Вечеру. Бедная девушка, ставшая разменной монетой в игре то ли своей матери, то ли графини Лариш, то ли высших политических сил страны. Ее труп вынесли незаметно, чтобы никто вообще не знал о присутствии в доме этой женщины. Упаковали в корзину для белья и ночью тайно перетащили в домик дворецкого. Несколько дней тело оставалось непогребенным. Наконец, монахи близлежащего монастыря получили предписание предать его земле. Марию положили в грубо сколоченный гроб, а под голову шляпку, в которую она приезжала на последнее свидание с принцем Рудольфом. В 1896 году право престола наследия перешло карцгерцогу Францу Фердинанду ДСТ, племяннику императора Франца Иосифа.